Координатор портала «Активатика. Помощь Украине и политбеженцам» Евгения Чирикова. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Да, вот прочитал Медведев. Помните, там что-то такое прочитал, долго думал. Вот я читаю каждый пост Медведева и долго думаю, что вот это вот такое. Он сегодня много наговорил, это не наша тема. Ну, в общем, короче говоря, всех испепелим, а если вы там рыпнетесь, то вам кирдык и так далее. Зачем он себя выставляет на посмешище? Вы знаете, это вообще удивительно. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили про метаморфозы превращения из людей в нелюдей. Вы знаете, я была очень сильно удивлена, когда мы разговаривали с Димой Гудковым. Он сказал, что он заканчивал, если я не ошибаюсь, по-моему, МГУ. И там у него профессор, который вот читал право, это был Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот на тот момент, это понятно было там много лет назад, там, наверное, 20, а может быть больше. Вот это был вообще довольно приличный профессор и неплохо читал римское право. И вообще в курсе правозащиты всех этих дел. И вот посмотрите, какая деградация, во что он превратился. Злые языки поговаривают, что он злоупотребляет алкоголем. Может быть, это вот так зависимости на него влияет. Но мне кажется, дело не в алкоголе. Алкоголь — это следствие. А человек выбрал для себя сторону зла. То есть это был совершенно сознательный выбор. Мы видим, что он интеллектуально деградировал совершенно чудовищно. С тех пор, как он был президентом. Ведь вы знаете, это был человек, который в своё время остановил вырубку Химкинского леса. Он услышал людей, которые вышли на площадь. Это было в 2010 году. И вот тогда он был похож на человека. А сейчас, честно говоря, это страшно. Вот во что можно превратиться? Просто страшно. Деградация. Да, деградация. Да, наверное. Ну, кринж давайте посмотрим. Россиян заманивают на службу по контракту. Как вы думаете, чем? Возможностью покататься по ухабам с запасом хода на тысячу километров. Как это сделать? Давайте посмотрим. Четыре цилиндра в ряд с турбонадубом. 215 лошадиных сил. Запас хода – тысячи километров. Повышенная проходимость. Преодолеваемый подъем – 60 градусов. Вмещает компанию до 9 человек. И здесь все свои. Присоединяйся к своим. Ну вот, видите, я так думаю, что это новый, как это называется, фраза такая, которая будет сейчас раскручиваться. Присоединяйтесь к своим. Я сегодня перед началом посмотрел в новостях. Там, значит, один московский военно-начальник говорит, что нам абсолютно не нужно делать тотальную мобилизацию, потому что народ и так с охотой к нам идет. Вот, я не помню, он срок какой-то назвал, по-моему, за месяц контракты подписали 10 тысяч человек. Ну, проверить это абсолютно невозможно. Но вот мы показывали в предыдущей передаче, в предыдущей или позапрошлой, картинки, знаете, вот в торговых центрах записывайтесь по контракту. Вот такие, как телефонные штучки такие, вот где эти сим-карты продают. И там девушка стоит, никто к ней не подходит, и другой кадр тоже не подходит. В общем, не знаю, но вот они вот придумывают вот такие вот истории, вот теперь позитив, позитив. Там машина, которая едет до тысячи километров. Вранье это. Машина эта не едет до тысячи километров. Не едет она. Потому что, несмотря на огромные баки, у этой машины нету такого запаса хода. Она очень много тратит горючего. Ну, ладно, это вот до тысячи. Они же сказали не тысячу километров, до тысячи километров. Значит, 200. Вот и всё. Ну, вот что вы думаете, удастся им вот это вот, какие-то вещи продвинуть? Вот дело совершенно не в машине. Во-первых, ну, посмотрите, на кого рассчитана вообще такого рода реклама. Ну, мягко говоря, на людей не очень далёких. Да, ехать в какой-то сомнительной компании по какой-то довольно гадкой и плохой дороге в очень неудобных условиях. Да, мы видим, что там внутри очень сильно некомфортно. Вот на кого это всё рассчитано? И как куда? Ехать убивать людей, которые тебе не сделали ничего плохого? То есть, на самом деле, это рассчитано на каких-то, ну, довольно имбецильных граждан. Если, не дай бог, это работает, то это будет страшно печальное известие. Извините, Евгения, вы обратили внимание, что там нет ни слова о войне? Да, да, мы едем развлекать. О, понимаете, человеческое сафари. Ведь они играют, вы знаете, вот чего нельзя совершенно упускать из виду, что мы имеем дело всё-таки с очень сильно недураками. То есть, когда они создают такого рода контент, я всегда довольна так, ну, это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, это напрягает. Значит, это на кого-то работает, на кого-то рассчитано. То, что у них выстраиваются очереди перед военкоматами, что там куча страждущих поехать на эту ужасную войну, в это я не верю ни секунды. Иначе бы они не проводили сейчас вот нового закона и не пытались бы создать единый реестр военнослужащих и не пытались бы сделать вот эти системы электронных повесток. Не так это всё у них, значит, хорошо и прекрасно, нету этих очередей военкоматы. Но то, что они пытаются всеми силами и уже не первый год обыдлить население и воздействуют самыми грязными и самыми мерзкими методами на людей. И вот это самое страшное. И то, что сейчас в России на самом деле, понимаете, правят нищета, бесправия. И люди, которым даже в голову не приходит, что с ними так нельзя. Вот это наша трагедия. Вот потому что, понимаете, вот человек, который себя совершенно не уважает, на него такая реклама может повлиять. Вот на такого человека, да. И страшно, что вот эта власть, она генерирует таких людей. Вот это и есть самое настоящее преступление. Они же уничтожают прежде всего наш народ, Россию. Вот что они делают-то. Ведь только деградировавший народ может убивать украинцев. Понимаете? Нормальный человек этим заниматься не будет точно. Не будет убивать людей, у которых там родственники. И вот это самое страшное преступление, которое я предъявляю путинскому режиму, что они развращают прежде всего российский народ. Ну и не только русских. Это многонациональная у нас Россия. И другие народы точно так же неразвращаемы вот этим чудовищным режимом. Мы вот сейчас с вами еще один ролик посмотрим, потому что вот как-то все в России вдруг поняли значение Ютуба и так далее. Есть там, значит, царица Скобеева и Киселева и разные вот эти ребята с Соловьевым. То в Ютубе делается такой модерн современный. Понимаете, да? Вот эти вот все ролики. Вот такие вот. И рассчитанные там на более молодое поколение и так далее. Выяснилось, что народу нет. Ну, например, нет народа УФСИН. Понимаете? Нету. Тюремщиков нет. По этому поводу они сделали ролик. Вот такой вот в стиле сериалов про ясновидящих. Вот давайте посмотрим ролик. Может, после этого мы с вами пойдем работать туда, в УФСИН. Потому что вот нам такое показывают. Смотрите. Сергей Иванович хотел сильно быть счастливым и успешным. Тогда он и решил попросить помощи у бабы Нины. Скажите мне, я хочу счастья и успеха в жизни. Вижу. На заводе работаешь. Плохая это примета. Вот форму УФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет. Пенсия через 15 лет. Отпуск 60 дней. Социальные гарантии. Успех, карьерный рост. Сделай, как я говорю. Счастлив будешь. Сергей Иванович сделал, как сказала баба Нина, и стал успешным. А жизнь его наладилась. Моя редактор, часто, когда мы с ней смотрим такие ролики, она говорит, что это тайный... Это такой тайный стёб. Понимаете? Ну вот качество этого ролика просто ниже плины. Да, понимаете? Вот я ей всё время убеждаю, что это просто оприходовали деньги. Ну какие там были, пару тысяч долларов. Вот их, значит, это самое. А она говорит, что это вот такая форма протеста. Вот что вы думаете? Я не думаю, что тут форма протеста. Я думаю, что прав Шандерович, который говорит, что их не перешутишь. Понимаете? Я смотрю на это, боже ж ты мой, до чего можно дойти? Ну какая пошлятина ты! Прости, Господи. Ещё главное, ну всё наше население, да, оно так или иначе всё-таки с тюрьмой связано. Все себе представляют, что это такое изнутри. Потому что у нас, к сожалению, тюремное население одно из самых больших в мире. И, к сожалению, это как бы очень многих семей касается. У меня сейчас сидит очень много моих прекрасных друзей, вот в том числе Володи Карамурза, который 25 лет получил. До этого ещё, когда я жила в России, я активно посещала тюрьмы и помогала моим товарищам, политическим заключённым. Вот я вам хочу сказать, что более гадкого и мерзкого места, чем тюрьма русская, это вообще себе вообразить невозможно. И я не понимаю, откуда такое счастье на глазах у этого человека, потому что если он, конечно, какой-то садист и вообще человек психически неадекватный, это да. Потому что, вы знаете, не секрет, что в очень многих русских колониях пытки — это вообще рутинный процесс. То есть это делают специально для того, чтобы сломить волю людей. И это, собственно говоря, часть их работы. И вот работать... Ну, я вам скажу, вот я сегодня, простите, Женя, я вот сегодня прочитал про Навального, значит, новая форма издевательства над ним. Он покупает там в ларьке или в этом магазине какие-то продукты дополнительно, а ему эти продукты не дают, их воруют или рассыпают и так далее. Это сильно, это сильно. Это так, знаете, ну так сказать... Вот человек такой... Вот он какой-то специально пошёл на такую работу, чтобы получать удовольствие над издевательством над другими людьми. А вы знаете, Матвей, я сразу вспомнила, сегодня только что перед нашим с вами разговором пришла информация, что в прошлом политический заключённый, Эльдар Дадин, который очень серьёзно пострадал за свою гражданскую позицию, он выступал против войны в Украине, ещё тогда, вот давно, в 2014 году, его посадили, одного из первого, за высказывание, ну, против войны в Украине и как раз у нас вот этот чудовищный закон по поводу свободы собраний. Вы знаете, он сидел очень тяжело, с издевательствами, с пытками, со всеми делами. Вот сегодня пришла информация, что он записался добровольцем на фронт в СУ и будет воевать на стороне Украины. Я читал это дело. Ну, я надеюсь, он уже за рубежом. Я надеюсь. Ну, я надеюсь тоже, потому что эта информация официально пришла. Вот. Он через русский добровольческий корпус записался, и я надеюсь, что всё будет у Эльдара хорошо. Но вот я вспомнила, что он как раз прошёл вот эти чудовищные пытки, издевательства, зверства. Тогда поднялась огромная волна против этого. И благодаря международной такой общественной кампании Эльдара удалось досрочно освободить. Но, честно говоря, вспоминая, что это были вот за люди, там кое-кто из тех, кто мучил его, они даже, ну, на какое-то время были там отстранены от должности. Кто-то там, правда, вообще слетел с должности. Такого там масштаба был скандал. Но вы знаете, когда показывают фотографию, я была просто поражена. Такие обычные, в принципе, парни, встречаешь на улице, не скажешь, что это садисты, которые как бы получают удовольствие от того, что они человеку доставляют боль. Причём человеку, которого, ну вот им ничего плохого не сделал. Украинцев спросили, что они думают про биолаборатории, которые по версии российской пропаганды работают в Украине. Давайте посмотрим. Господи, спаси, чем они там колются? На самом деле такой вопрос. А что, у них нет биолабораторий? Просто они такую дичь о нас говорят. У меня такой вопрос. Как они это выдумали? И нет ли у них самих такого? Потому что, чтобы до такого додуматься, наверное, нужно что-то иметь у себя в каком-нибудь городке спрятанное. Ну, бред сивой кобылы, если так просто в двух словах. Хотя интересно, когда наши каменаши, боевые гуси, боевые мухи, там их мочат. Оно прикольно звучит. Не больше. Это смешно. Это смешно просто. Тут не о чем даже говорить. Я думаю, что это неправда, как и большинство пропаганды, которая существует со стороны России. Это явно полный бред, потому что это очень похоже на то, что раньше Россия выдвигала обвинения против Грузии, точнее Сокартвелла, и других государств. Так что это всего лишь очередной шаг российской пропаганды. По моему мнению, это какие-то фейки. Мы же не страна НАТО, поэтому зачем нам устанавливать, договариваться с НАТО, чтобы у нас были какие-то биолаборатории? Я думаю, что это все выдумки. Это абсурд. Я в это не верю и не поверю никогда. Я думаю, что биолаборатории были, потому что наука, она существует. Но то, что Россия себе надумала, это все пропаганда. Нет никаких биолабораторий. Я не видела, поэтому, наверное, их нет. Ну, бред. Ну, бред. Но у меня много родственников в России тоже верят. Что скажут по телевизору, то и верят. Ну, старшее поколение все-таки. Что тут комментировать? Это смешно. Тут нечего комментировать. Это просто смешно. Да я там работаю. Я же в биолаборатории. Занимаемся там. Гуси у нас есть, дикие голуби. Это все и все так же работает. Так что база. Это база. Конечно, это одна из наших... Это как беспилотники. У нас есть беспилотники, а это наша живая сила. А так, конечно, все это шутки. Какие биолаборатории? О чем вы говорите? Хочу добавить к этому Михаил Крутихин, которого хорошо знают наши зрители, и вы знаете. Он написал очень смешной пост. Он, значит, звонит своим родственникам из Норвегии, куда-то там в Новосибирск, что-то вот такое. И говорит, как дела? Они говорят, нормально. Потом они начинают говорить что-то вот такое про вот эти биолаборатории и так далее. Он говорит, слушайте, ну, вы бы посмотрели интернет по поводу этого? Они говорят, мы не можем смотреть интернет, у нас нет на это времени. И последняя фраза. И это при том, что слышно за их спинами бесконечный бубнеж телевизора. Понимаете? Поэтому вот такая вот история. Вот. Значит, ну, тут нет смысла комментировать. Я просто еще два сюжета хочу вам показать. Будем брать Эстонию. Я хочу вам сказать, что у нас с вами, Женя, нет другого выхода. Абсолютно, ну, мы не можем не взять Эстонию. Понимаете? И меня, поскольку у меня целый день бубнит телевизор, я вам покажу, почему я так решил. Вот посмотрите. Ну, они доиграются. И вот этот прыщ на теле Европы, который почему-то считает себя государством. Никогда государством не было. Эстония. Не было в истории, в истории понятия государства Эстония. Никогда. И вот он теперь говорит, вот, я когда не представляю то, что никогда не было государством, вот Россия не должна быть государством. Ее надо расчленить. Пусть посмотрит на Нарву и на Тарту, когда он говорит о расчленении. По-моему, на это больше шансов. Знаете, у них, конечно, кризис, потому что все, что они могут сказать, поскольку им не поступает информации и указаний, что по этому поводу делать, а то, что сказал, я не помню, премьер-министр Эстонии или министр обороны истории, что Россия будет в безопасности, собственно, это рефлексия на это, только тогда, когда она распадется на маленькие государства, и у нее не будет сил воевать. Ну, когда она распадется, это мы посмотрим, но реакция, понимаете, реакция, даже МИД ничего не говорит, а они собираются и говорят, ну, они играют с огнем. Ну, вообще, знаете, настолько недооценивать Эстонию, я просто поражаюсь. Сами пользуются скайфом, который, кстати говоря, эстонская разработка. И, понимаете, вот все-таки насколько же, извините, тупые, потому что, вы знаете, когда я переехала в Эстонию, я была поражена вот этому невероятному скачку, вот этому прогрессу, которого добилась Эстония за каких-то, я не знаю, 20 с небольшим лет свободы. Страна, которая добилась электронной демократии, у которых одни из самых высоких показателей ВВП среди всех постсоветских республик, у которой бесплатная система городского транспорта, дорогая Россия, да, с ее нефтью, газом, алмазами, это и не снилось. У вас Москва, извините, у вас общественный транспорт в Москве, дорого стоит, да, а в Эстонии это бесплатно, причем и для граждан, и для неграждан. Достаточно просто иметь прописку, да, вы где-то живете, там арендовали квартиру, прописали, все, у вас будет бесплатный проезд в общественном городском транспорте. Где еще такое? То есть, вы знаете, Эстония, которая, мне кажется, может быть вообще образцом для подражания для очень многих стран, моя, ну, любимая страна, и вот так про нее говорить, это просто вообще ничего про нее не знать. Вы знаете, очень хочется господина дорогого просто пригласить, показать, и я думаю, если он взглянет на Нарву и на Ивангород, у него вопросы отпадут тут же. Вот что должно расчлениться, а что должно остаться? Ну да, ну тут надо сказать, что вот этот конкретно господин, он гражданин Израиля, но там особых заработков нет, а здесь он весьма успешно все вот это вот рассказывает, продвигает и так далее. В Эстонию по израильскому паспорту и просто, вы знаете, даже вот визуально видно разницу между Ивангородом и Нарвой, понимаете? А уж Тарту я вообще молчу, да, это Наукоград, это как бы новый век, то есть я иногда иду по улице, да, по Таллину, и мне путь преграждает, например, робот. Это для нас уже, понимаете, это норма, то есть Эстония живет в 22 веке, вот, о чем они вообще говорят. И эта страна... Ничего, вернем, вернем, мы ее вернем куда надо. Давайте посмотрим, что один... Лучше тянуться к Эстонии, вот честное слово, потому что это мир страны, которая без ресурсов просто за счет своего населения умного, работящего смогла выбиться в лидирующей позиции. И это, конечно, поразительно, как люди в России вообще не знают ничего про Эстонию. Вы знаете, вот эти сказки про то, что здесь угнетают русских, что вы здесь рот по-русски не откроете, вот эти все глупости, что здесь кого-то там освобождать надо. Вы знаете, прекрасная, дружелюбная, очень зеленая и очень хорошая страна. Вот этот последний ролик он меня прям задел за живое. Я эстонский патриот, и мне, конечно, это очень, это просто, когда я слышу, ручь ленить Эстонию, это просто вот ножом по сердцу, это невозможно слушать. Пусть мечтают. Давайте еще посмотрим с вами. Я вам сейчас покажу Симонян, который защищает сына Пескова вот в этой всей истории, да, потому что они там обгадились, но я думаю, наши зрители знают эту историю, и мы не будем, значит, ее наново рассказывать. А вам задам вопрос. Вот она сейчас будет говорить, что не так в том, что она сказала. Давайте посмотрим. Я знаю, что Саш сын Пескова пошел туда служить сам с полного благословения и в каком-то смысле даже поощрения Пескова. Ну, это к вопросу, это ко множеству вопросов, ко множеству вопросов, и на многие вопросы отвечает. С ним там вместе был наш корреспондент Рома Косарев, замечательный наш парень, который, по большому счету, в последние годы Саш сын Пескова. хотелось бы, конечно, хотелось бы, конечно, увидеть, вот там же был оператор, да, хотелось бы увидеть военные, военные подвиги этого Пескова. А я напомню, что когда он был там, в ЧВК Вагнера, как сказал Пригожин, его все время штрафовали в Москве, потому что он на своей Тесле все время нарушал скорость. А хочу вас спросить, что не так в том, что она сказала? Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще все, что говорит Симонян, это вообще все не так, понимаете? Нет, нет, нет. Она на самом деле, просить, что я вас перебиваю, она на самом деле перепутала его имя. Его зовут не Александр, а его зовут Николай. Понимаете? ну, хрен редьки не слаще. В общем, короче говоря, закопались они, значит, элита должна ходить воевать, и вот у нас Николай Песков без охраны, без ничего, понимаете, вот он пошел воевать. Вот еще раз говорю, очень-очень интересно, раз там был оператор, вот это вот удивительно. Там было сказано, что он воевал как простой солдат, как сказал Пригожин в грязи, в говне, простите, это его цитаты и так далее. Вот интересно, оператор там был зачем? Чего там делал оператор для Russia Today? Внимать, вероятно, да. Ну что, пойдет элита воевать, или будет так же ожидать, когда Путин упадет, чтобы потом сказать, мы были против войны? Последний вопрос. Ну очевидно же совершенно, что они врут, как дышат просто. То есть вот послушайте, что они скажут, вот послушайте Путина, который там обещал, что никогда не нападет там на Украину, и посмотрите, что он делает. Послушайте их, они сделают наоборот. Это люди, которым, ну, просто органически присуще вранье. Верить им ни в коем случае нельзя. Детей своих они, конечно, туда не отправят, ни при каких обстоятельствах. Они очень сильно не уважают российский народ, очень сильно его презирают. Им человеческие российские жизни вообще не интересны. Ничего для них не стоит. Они сейчас уже угробили в этой никому не нужной ужасной войне больше россиян, чем за все 10 лет афганской войны. Им наплевать совершенно то, что они вычищают деревни, где живут коренные жители, представители коренных народов, которым вообще, вы знаете, у них вообще нельзя мужчин молодых отнимать, потому что у них тяжелейшая демографическая ситуация. У них вычищают мужчин, в том числе тех, у кого маленькие дети, отправляют их на эту чудовищную войну. И на самом деле им не жалко никого, ни русских, ни нерусских, вообще никого. А вот своих деток они, понимаете, в надежное место припрячут. Это вы можете вообще ни разу не сомневаться. Мы видим прекрасно, как Песков лжет, ну, все время. Я не понимаю, как ему вообще можно верить. Работа такая. Спасибо большое, Евгения, что вы были с нами, Евгения Черикова. Благодарю вас, всегда жду в эфир.